Осторожно, двери закрываются. Следующая станция спортивная. Этой фразой из своего глубокого детства я начинаю очередную колонку редактора. Я по-прежнему Виталий Хемий, вы на репортере. Как вы догадались, мы сегодня говорим о спортивной инфраструктуре города. Не удивляйтесь, что говорим мы об этом вокруг лесной картины. Как вы помните, практически два года назад впервые у городской власти, аккурат ко второму туру выборов, появилась идея построить новый спортивно-выставочный комплекс. И должен был размещаться он по замыслу городской власти у аэропорта. Прямо у нового терминала, грубо говоря, окна этого спортивного суперсовременного комплекса должны были выходить на окна нового терминала. С чем была связана спешка? Трудно было понять. Возможно, возможно, тогдашняя уходящая центральная власть в лице Петра Порошенко и Владимира Гройсмана пообещали крупным городам финансовую помощь. Не будем говорить в обмен на что. Это всего лишь наши догадки. Но, скорее всего, деньги должны были быть перечислены на проект. Проект должен был быть реализован. Но это было два года назад, 2019 год. В планах спорткомплекс на 3000 мест. Баскетбол, волейбол, мини-футбол, гендбол. Возможно, какие-то секции. Отдельно выставочный огромный зал. Наверняка гостиница. Ну, не без этого. С одной стороны, нахождение такого места рядом с аэропортом вполне оправданно. Если город Одесса живет, в общем-то, такой активной, ну, не только спортивной жизнью, но и вообще жизнью города-миллионника, где проходят какие-то экономические, финансовые процессы, мероприятия, связанные с куплей, продажей, выставками, международными спортивными соревнованиями. Ну, давайте смотреть правде в глаза. Это не так. Если в каком-то Стамбуле, Париже, в Милане, в Риме, в Турине, в других европейских городах, наличие такого универсального спортивно-выставочного комплекса рядом с аэропортом как-то мотивировано и оправдано, то для Одессы это был все-таки не тот случай. Вопросов по-прежнему очень много. Остается, почему именно здесь решили строить спортивный комплекс. Мы вспоминаем об этом, потому что несколько недель назад городская власть вновь вернулась к этому проекту. Действительно, миллионной Одессе, как воздух, нужен нормальный спортивный комплекс. Посмотрите, в каких условиях играют наши баскетболисты. Они играют в спортивной школе. Посмотрите, где свои матчи проводят гандболисты. А я вам скажу, гандбольная команда, не самая слабая, она играет или в маяках, или в крыжановке. Команда называется Одесса, а играет почему-то в селах рядом с Одессой. Загадка. Волейбола в Одессе мужского как такового нет, но тем не менее у меня тоже вопросы, почему бы и волейбольную команду не организовать и не запустить его в что-то современное. Но этого современного нет. Кстати, говоря об одесских баскетболистах, мы должны вспомнить о недавней ситуации, когда баскетбольную команду по непонятным причинам просто попросили из спорткомплекса Одесса. Мы знаем этот зал как спорткомплекс Краян. В общем, все одесские игровики сейчас остались, грубо говоря, без крыши над головой. Тоже называем вещи своими именами. Тот самый дворец спорта, который еще засветился в фильме «Приключения электроника», отдан на откуп фигурному катанию и хоккею. Я ничего против не имею. Посмотрите на состояние этой древней структуры, этого здания, этого учреждения. Огромные деньги нужны на его восстановление. Что-то делается, что-то не делается. Ну и вообще сам объект принадлежит Одесскому областному совету, как бы анимерии. С одной стороны, очень удобно, недалеко от центра, проспект Шевченко. Но внешний вид, о каком спорте 21 века мы можем говорить? Если говорить о спортивном комплексе и удобном расположении, то на самом деле решение есть у этого вопроса. Только здесь, как модно было говорить раньше, нужна политическая, но не только политическая воля. Вспомните, как в 2013-2012 году активно обсуждалась идея проведения чемпионата Европы по баскетболу в Украине. Не просто обсуждалась, наша страна была выбрана хозяйкой турнира Евробаски-2015. По понятным причинам, наша страна отказалась от проведения турнира. Военные действия, конфликты, кризисы. Хотя, как мне кажется, возможности провести такой турнир были. Обеспечить безопасность участникам соревнований тоже были. И в Одессе, кстати, также. Под это дело в районе Пересовского моста, поселка Актовского, как кому удобно, в районе завода «Зор» начали строить огромную арену. Минимум на 5000 мест. Тоже многофункциональную. Также с учетом пожеланий молодого спортивного движения, секции, кружки. И тогда это расположение тоже вызвало много вопросов. Но плюс почему-то не рассматривались. Во-первых, расположение. Рядом находится наиболее густонаселенный район Одессы. Суворовский район, поселок Актовского. 300 тысяч населения. До этого спорткомплекса. Она же огромная спортивная школа в будущем. 15 минут езды автобусом, трамваем. Вся остальная Одесса могла запросто связываться с этим местом, той же городской электричкой. Там от железнодорожной станции минут 10 ходьбы. И это был бы повод развивать железнодорожную инфраструктуру в пределах города. Почему нет? Ну и к Евробаскету, если все-таки его собирались провести, собирались додавить это решение. Где-то можно даже передавить. Территория-то расположена практически на берегу моря. Строй себе инфраструктуру для морских личных трамвайщиков и запускает движение. А жизнь этому микрорайону, депрессивно-промышленному называю это так, а Евробаскет-15 мог подарить просто на раз. Железная дорога, морские трамвайщики, сообщение с поселком Актовского. Территория, в принципе, она не пустует. Сейчас она представляет собой такое арматурное свайное поле. Но последние лет семь, семь с половиной, там не происходит ровным счетом ничего. Самое обидное, что даже не происходит борьбы за эту территорию. Прекрасно знаем, что в те времена эта земля, эта арматура, это поле принадлежало людям, так или иначе связанным с Игорем Коломойским. Который в разное время был негласным куратором украинского баскетбола. То он любил баскетбол, то он меньше любил баскетбол, то он больше любил баскетбол. И, на мой взгляд, было бы правильнее, справедливее, ну, скажем так, целесообразнее именно развивать эту территорию, делать ее спортивным центром. Да, может быть, эта территория не находится в географическом центре Одессы, но с точки зрения логистики и с точки зрения развития окрая нашего города, а руководство Одессы любит говорить, что Одесса – это город без окраин, это было бы, в принципе, разумно. Но территория заброшена, арматура стоит, покрывается ржавчиной. Зато разговоры о строительстве нового спортивно-гостиничного комплекса в районе аэропорта не утихают, будорожат общество, споры, возникают фамилии разных бизнесменов, заинтересованных лиц. Что-то мне кажется, что и в следующем году, а может быть, и через два года, мы точно так же будем вспоминать славное одесское спортивное прошлое, спортивно-инфраструктурное, я бы так сказал точнее, и сетовать на то, что дворец спорта вот-вот развалится, а новый спорткомплекс, которого миллионная Одесса, безусловно, достойна, так и не появился. На досуге подумайте об этом. Это была колонка редактора. Я Виталий Хемий. Смотрите Репортер.